Тема игрушек. Я специально руки грею, минус 22,5 на улице. Тема игрушек очень актуальна, потому что из детства я недалеко убежал. Мало того, в детстве мне игрушек явно не хватало. Наверное, так же, как и вам, дорогие мои детишки, игрушек не хватает. Если игрушек не хватает, то вам необходимо научить своего папу и маму, где эти игрушки покупать. Если папа и мама говорят, что игрушки стоят денег, это значит, что они ленятся. Им лень доехать сюда, на автомобилистов, в магазин Орион заехать и купить здесь за цену одной игрушки там, там, где дорого, можно и пять купить, потому что здесь дешево. Мало того, здесь широчайший ассортимент. Но если вы не понимаете, что такое широчайший ассортимент, то игрушек здесь просто дофига. Причем качество меньше. Вот такого. Так, детишки, взяли книжки и поехали писать. По советской проезжаем, до вокзальной долетаем, там налево, мимо Сидна едем с папою опять. Здесь направо поворот, там еще чуть-чуть вперед. Снова третий поворот, Орион нас здесь ждет. Орион – магазин, пожалуй, лучших игрушек. Дело в том, что в магнитку напреехало немаленькое количество насосов, ориентированных на выкачивание денег из карманов ваших пап и мам. Самое главное, в тех магазинах цены очень большие, и туда вам нельзя. А вот сюда-то зя. Я бы поплотнее прошелся по полкам. Походу, сын мой – это реинкарнация моих детских желаний. Но меня смутила толпа желающих приобрести здесь море всего. И это была удовлетворенная ценами толпа. Так что свои замечания мы будем переплетать с очевидными фактами. Вот вы, наверное, для ребенка покупаете, правильно? Ну да. В городе развелось очень большое количество вот этих вот всех магазинчиков, которые продают игрушки. Так, ну, есть магазин. Выбор есть. Вам не кажется, что сетевики, они какие-то вот цены завышают? Здесь как цены? Не знаю, здесь отовариваемся, в принципе, цены устраивают. То есть это недорого получается, покупать здесь игрушки для ребенка? Нет, недорого. Я еще ребенок. Да, так же с соплями. Так же свиней у меня очень много. И так же мне очень сложно уйти из этого магазина Орион без подарков, без игрушек. Если вы немножко выросли и вам не интересны детские игрушки, то это неправильно. Человек должен оставаться ребенком всегда. Что мы заметили? Ну, во-первых, стройный ряд из практически 40 автомобилей. Такого ассортимента реально нету нигде. Мало того, если вы идете к сетевикам, для тех, кто говорит, что на ребенка нет денег, да, у сетевиков уплатите очень много. Поэтому, детишки, папу берите и сюда, на вокзальную, в магазин Орион. И обязательно вот такая штучка будет у вас дома. Что касается того, на чем мы научились. Вот. Супруга взяла такую штуку за 500 рублей. Здесь она стоит 350. Выгода очевидна. Ну, и вот об этом я в детстве, конечно, не мог и мечтать. Дело в том, что руки были, в общем-то, как бы с раннего детства у меня. Но настоящий рыцарский костюм, это только здесь. Опять же, ну, смешные цены. Игрушки любишь? Да. А здесь хорошие игрушки? Да. Ты вот папу напрягаешь, когда сюда приходишь или нет? Или ты знаешь, что вот в этом месте игрушки подешевле, чем в других магазинах? Знаю. Что сейчас выбрал? Покажи. Вау. Ты в ластерин-корец играешь, да? Угу. Ясно. Что еще интересного? Кто ты выбрал для себя? Автомат какой-то, смотрю здесь. О, да, клевая штука. Куда убран? Трансформер. Ницубиши-лансер. Да, вот так вот. Папа, купите, недорого стоит. Ну, ладно. Что, может, вот такого? Титема, да? Вот этот больше-то Бамбалби. Бамбалби. А там есть, кстати, такой? Ладно, это я вам протрансформер. Все, тут 22 градуса, тут ажиотаж творится. Кратенько, да, кратенько. Крой молиться на Лего. Молиться на Лего не надо. Вот здесь конструкторы, которые стоят 300 рублей. Ну, или 550. Гораздо дешевле. То есть, по цене одного Лего можно купить себе целый арсенал. Из самолета, танка, вертолета и все, что угодно. Для ребенка, по-моему, ничего не пожалеешь. Безусловно. Особенно для внуков. Хочется что-то яркое, красивое. Ну, и, конечно, ребенку нравилось. Ну, очень большой выбор здесь. Конечно, замечательно. Мне очень нравится. Обязательно что-то куплю. А вам не кажется, что вот там, где мы приходим, там, где евроремонт, там, где все, там, это очень дорого? То есть, вот машинка, допустим... Безусловно, конечно. И по цене, соответственно. В общем-то, игрушки те же самые, но тут гораздо дешевле. Так, сейчас я раскрою тему коротенькую. Папа ходит в баню. Папа неправильно делает, что вас в баню не берет. Причем мальчики и девочки обязательно надо вместе с папой в баню идти. Ну, чтобы мама лишних вопросов не задавала. Во-вторых, в бане... Знаете, что нормальные дети делают? Они устраивают там битвы. И клевая битва. Вот это называется маленький водный пистолет. Есть еще один. 200 рублей. Это 290. Вот это да. Насколько дорого сейчас вот ребенка содержать? Ну, достаточно недешево. То есть, мы заходим в аптеку, да, покупаем нутрилон, который почему-то дороже, чем в детском мире, стоит на 70-80 рублей. Это немножко так... Неправильно, я это считаю. Да. Мы заходим в тот же большой магазин, не расположенный здесь на вокзальной, где тепло, там красиво, все. И там ценники почти в два раза, так? Да, действительно, это так. Так, ну, здесь на складах намного все дешевле и выбор как бы не маленький также. А вы пробовали в интернете поискать что-нибудь? Да, пробовала, но я не думаю, что там будет более практично и более ребенку удобно играть в это. Здесь вот, получается, сделан магазин с хорошими доступными ценами? Да. Специально провел здесь полчаса. Это достаточно большое время для съемки, для того, чтобы выбрать себе игрушку из детства. Ну, того самого, саталистического детства. СССРовского. Нашел. Вот такая рыбалочка. 200 рублей. То есть, ну, если нет желания зимой ехать попоморозить, то можно и в ванне посидеть, поприкалываться. Вот. Ну, и, естественно, здесь игрушка не только для мальчиков и для девочек. О, много. Увидев такое за 950 рублей, я обращаюсь к тому, кто держит это, к видеокамеру. Типа, пора бы нам за девочкой ходить. Еще раз напоминаем всем тем, кто хочет иметь много хороших игрушек. Ваши родители в большинстве своем сюда едут на зеленый рынок. И не только за продуктами. Дети, вам срочно надо понимать. Да нет, вам просто необходимо заставить папу, либо маму, а лучше и того, и другого. Ну, на ходу и конец бабушку с дедом привезти в Орелон. Это по вокзальной, в сторону озера Соленое. Здесь поворот направо, его вы не пропустите. И вот оно, то самое место, где вам обязательно купят что-нибудь в тему. Ну, так вот. Вы прикольны, да? Сколько игрушек, сколько людей. Это обыкновенный субботний день. Здесь, на улице вокзальная, 5. Тут еще, даже видите, блин, пасхальный. Слово не дадут сказать. По ногам прям проезжают. Ну, проезжайте, проезжайте. Проезжайте. Это все едут за игрушками. Потому что здесь больше незачем приехать. Представляете, вот этот поток автомобилей, это заботливые мамы и папы. Это меня радует. Во-первых, то, что здесь столько игрушек. Во-вторых, что они вот такого качества. В-третьих, меня бешено радует, что это самое дешевое место. При этом вы можете на ЦГЯ не есть, не выбирать. Самые дешевые игрушки здесь. Здесь нет подписи, большими цифрами оптовая цена, а маленькие малая цена. В смысле, розничная цена. Вот. Вот так вот. То есть, теперь на детях не экономим. Мы позволяем им становиться нашими цветами жизни. Потому что по-другому и нельзя. Экономить на детях. Это как? Это грешно. Представляете, Господь вам Бог дал детей. И вы не можете им купить игрушки. Да нет, вы можете им купить игрушки, тем более зная, что игрушку можно купить и от 100 рублей. Ну, а за небольшую сумму в 2-3 тысячи вы полный багажник здесь игрушек наберете.